Обычное письмо отправила мать своей дочери. Они живут вместе, но Хабаровчанка хотела сделать ребенку сюрприз. Конверт отнесла на почту. Через несколько дней сама же достала его из почтового ящика и обнаружила, что он неполный. Как вернуть пропажу, расскажет Ирина Забродина. Хабаровчанка Ольга Мальченко решила сделать своей маленькой дочке сюрприз. Показать, насколько это приятно в наш век компьютеров и гаджетов, получить обычное письмо со штемпелем, все как положено. Я положила туда открытку маленькую, подписанную от ее сестренки двоюродной, и вот эти вот наклеечки. Ну, не эти, другие. Да, другие были. Ну, похожие, такие же, да? То есть так же, да, 4 наклеечки. Да, 4 наклеечки. Хотели, чтобы дочка открыла почтовый ящик, достала письмо, да? Никогда еще она не получала письмо. Нет, еще никогда не получала. То есть это должно было быть ее первое письмо. Да. Что случилось дальше? Письмо пришло уже в мой почтовый ящик. И когда я достала его из ящика, мне показалось, оно каким-то похудевшим. Я пришла домой, и это было без ребенка. Я сама решила посмотреть его дома уже, и не обнаружила там наклеечек. Вот сейчас я вам покажу на свет. Вот эта открытка, буквально маленькая открытка. И все, и больше ничего. Вот даже видно, что немножко как надорван конвертик. Здесь вот видно, как, ну, клеилось. Зачем? Я не понимаю. Может быть, думали денежные средства? Может быть. Ну, я так расстроилась и решила ребенку конверт не отдавать, а написать новый. Идти выяснять отношения с работниками почты Ольга не стала, ограничилась лишь обращением к нам. Ну, а мы решили все же зайти на главпочтант и узнать у сотрудников, как часто вообще в обращении жалуются им на вскрытые конверты. У нас есть письмо такое, здесь видно, что его надорвали, и здесь даже заново заклеили, то есть расклеили и заклеили. Вот что мы можем сказать? Вот есть штемпель почтового отделения? Это письмо относится к простой корреспонденции, которая у нас не регистрируется. То есть при отправке письма оператор не выдает квитанцию с трек-номером. Отследить путь этого письма невозможно. Если письмо ценное, у нас есть несколько видов услуг, которые могут сохранить, обезопасить письмо и вложение. Заказное письмо мы можем отследить, то есть при отправке заказного письма оператор выдает квитанцию с трек-номером, которую можно отследить на сайте Почты России. Для особо ценных отправлений можно выбрать услугу опис вложения. И если при получении посылки или письма чего-то нет, начинается служебная проверка. Если письмо обычное вскрыли, концов не найти. Получается так? Ну, к сожалению, да. В любом случае, за последние два года ни одного обращения по поводу простой письменной корреспонденции к нам не поступало. То есть жалоб по этому поводу не было. А вот письмо шло, кстати, три дня. Как вы считаете, это нормальный срок? Опустили 31-го, пришло 3-го сентября. До трех дней нормальный срок пересылки по городу. Несмотря на то, что сюрприз с письмом не удался, Ольга решила не оставлять эту затею. Правда, во второй попытке все будет гораздо проще. Она решила, что сразу положит письмо в почтовый ящик. Ирина Заблюдина, Виктор Казаров. Большой город Лайф. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова